Ну что ж, давайте обсудим этого старого говнюка. Сейчас Путин показал, что это огромный, в самом деле, Путин-то огромный, огромный пластмассовый шар, надутый за эти 20 с лишним лет. Носик драный. Лепше и не скажешь. На самом деле, Путин, это звучит не очень красиво, но... Давайте без этих китайских церемоний. Даже оскорбительно для мальчиша-психиша, потому что мальчиш плохий все-таки был мальчишом каким-то. И все-таки вернемся к нашим баранам. А это вот такое вот существо такое кремлевское. Невыразность войны. Все эти годы Путин хотел попасть в мировую верхушку. Хочешь, амномале, а? Путин туда хочет. Тогда еще запитай его, чи не хочет он от меня в рилу. Путин не политик. Вот даже звучит, может быть, не очень красиво. Путин не очень умный человек в политике. Это еще очень мягенько сказано. Если после вот этого еще кому-то не ясно, что есть или хуй из мистер Путин. Вот. Вот хуй из мистер Путин. Путин! Всегда есть что-то, к чему нужно стремиться. Отлично, еще чуть-чуть нагнись и будет окей. И всегда человек должен чувствовать, что он чего-то не сделал или мог сделать лучше. Почувствуйте во рту его упругость. Если этого чувства нет, то нужно прекращать эту работу. Давай-ка прекращай свой дешевый базар. Ну, не может быть такой ситуации. Ну, в этой ситуации главное, чтобы объяга яйца не отложила. Когда, как в известном произведении, остановить мгновение – это прекрасно. Кажется, этот несчастный не знает, в какой момент остановиться. Мгновения могут быть прекрасными, но может быть еще лучше. Мало ли что может быть. Вскрытие покажет. Колыж вин помре. Скоро, компадре. Скоро. Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы сейчас короткое видео делаем. Короткая партейка намечается. Господин Герасимов, где тыловое обеспечение? Плагиат. А где про снаряды? И они по пять тысяч в день иногда отдают на бензин. Чё ж так много-то? А вес нынче дорог? Вы вообще разберитесь, пожалуйста, с этим. Вернешься, разберешься. Почему возить приходится раненых припасы, иногда на бензиновых машинах гражданских? Как всегда, не хватает чуткого руководства. Почему не финансового обеспечения, не тылового? Ты задаешь много вопросов. Ну что? А что? Гражданин Герасимов. Что? Где тыловое обеспечение? Военные? Нам нужно набраться терпения! Русский человек всегда готов еще немного потерпеть. Главное не уточнять, сколько продлится это немного. ТЕЛОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕЛОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ